Здравствуйте, друзья! Саша, которую давно никто не видел, никуда не делась, она прочитает нам стихотворение с телефона. Прочитай нам стихотворение с телефона по-английски. Посмотри на камеру. Thanksgiving by Ella Wheeler Wilcox We walk on starry fields of white and do not see the daisies. For blessings common in our sight we rarely offer praises. We sigh for some supreme delight to crown our lives with splendor and quite ignore our daily store of pleasure sweet and tender. Our cares are bold and push their way upon our thought and feeling. They hang about us all the day, our time from pleasure stealing. So unobtrusive many a joy we pass by and forget it. But worry strives to own our lives and conquers if we let it. Друзья, теперь с помощью телефона у нас будет Пушкин. Давай. Уж небо осенью дышало, уже реже солнышко блистало. Короче становился день, лесов таинственная сень с печальным шубом обнажалась. Ложился на поля туман гусей крикливых караван. Тянулся к югу. Приближалась довольно скучная пора. Стоял в ноябрь уж у двора. Да, друзья. Вообще там было несколько мест сомнительных. Таких, что я уже думал, что же там дальше-то будет. Но так вышло все в итоге безобидно. Очень скучная пора. Но если бы ты, Сашенька, была еще и блогером, то ты бы это читала с выражением с другим. Потому что блогер он всегда с выражением. Он монотонно не может. Хочешь быть блогером. Хочешь быть блогером. Итак, друзья. Наташа расскажет нам стишок под названием «Тилибом». Давай. Тилибом, тилибом. Дом. Накалился Кушкин дом. Накалился Кушкин дом, Идет дым в стол-бом, Кошка выскочила, Влак выскочила, Бежит кухочка, Светлый заливает, Курочка? Увsan с ветром. А лошадка слоноём, А собачка с фамильём, Хble с сенья с листом, Хлаз-ваз я куй пока! Это фантастическая повесть Молодец, спасибо Это очень актуально У нас в Калифорнии огонь погас Потому что дожди кипаши Очень своевременное стихотворение